Добрый вечер! Здоровье и иммунитет поросенка зависит прежде всего от генетики, здоровья, содержания и кормления свиноматки в холостой период, период супростности и, соответственно, лактации. Особенно в случае гиперплодовитых свиноматок, таких как Данбред и Топикс, никакой корм для поросят не будет эффективен без тщательной подготовки во время супростности и опороса. Я думаю, все мы помним, что между весом при рождении процентов подержа и дальнейшей продуктивностью у животных действует прямая зависимость. При снижении веса новорожденных поросят процент подержа увеличивается независимо от условий содержания после их рождения. Также доказано, что каждый дополнительный 100 г живой массы при рождении увеличивает на 300 г массу поросят во время отлучения. И каждый дополнительный 100 г живой массы при отъеме означает минус один день выращивания до обойных кондиций. А также каждый плюс 5 г в день среднесуточного привеса после отъема позволяет животным на один день раньше достичь живой массы в 100 кг. Какие же можно сделать выводы? Генетические компании идут по пути увеличения многоплодия, благодаря чему свиноматки становятся более экономически эффективны. Но в связи с этим возникает ряд проблем, таких как недостаток однородности поросят в помете и повышение частоты задержки внутриутробного развития. В связи с чем рецептура пристартера должна учитывать этих мелких поросят. Какие же можно обозначить цели при учении к твердому корму и стоит ли вообще скармливать пристартерный комбикорм во время подсоса? Мой ответ однозначно стоит и основные цели мы все-таки ставим для после отъемного периода. Мы должны увеличить потребление корма после отъема и уменьшить риск диареи, то есть подготовить пищеварительную систему к отъему. Обеспечить плавный переход с молока, свиноматки и подкормки только на сухой корм с минимальной потерей продуктивности при этом. Повысить привес после отъема. Улучшить конверсию корма после отъема. Существует исследование, доказано, что животные, которые получали пристартерный корм во время подсоса, имеют на 20 грамм выше среднесуточные привесы и на 0,1 единицу конверсию ниже, чем контрольная группа, то есть поросята, которые не получали пристартерный корм во время подсоса. Начинать скармливание пристартерного корма благоприятно как при отъеме в 21, так и при 28 днях лактации. При этом сосуны получают приблизительно 80% энергии и других питательных веществ из материнского молока. И подкормка не имеет целью полностью заменить материнское молоко. Эффект подкормки на подсосе не так значительно влияет на набор живой массы поросятами, как в последующем надоращивании. На этом слайде мы видим динамику потребления пристартерного корма поросятами на подсосе. 85% корма съезжается в течение последней недели перед отъемом. Но, несмотря на это, начинать скармливание мы должны чуть раньше, чтобы вызвать интерес животных, повысить их к потреблению и тем самым повысить потребление корма в эти важные несколько дней перед отъемом. Ведь в период отъема обычно возникает масса проблем. Изменяется морфология желудочно-кишечного тракта. Происходят изменения в секреции ферментов поджелудочной железы. Как правило, уменьшение секреции происходит. Быстрые изменения наблюдаются в микробиоте кишечника. Избыточный рост числа патогенов можем наблюдать. И, наконец, многие поросята не едят после отъема от нескольких часов до двух суток, то есть если мы их не научили есть прежде. Поэтому задача в период отъема уменьшить воздействие стресса, приучить поросят есть понемногу, но регулярно, адаптировать пищеварительный тракт к перевариванию корма и сформировать стабильную эффективную микрофлору и обеспечить кормление более мелких и более крупных поросят. Этого можно добиться при скармливании суперпрестарта во время подсоса и после отъема в течение 7-10 дней. Так выглядит одна из схем кормления, которую предлагает компания Megamix. Определять сроки начала скармливания суперпрестарта либо при старта в период подсоса следует, исходя из возраста отъема. Продолжать скармливание этого вида комбикорма, которым кормились животные в период подсоса, необходимо несколько дней после отъема и затем уже плавно переходить на другой вид комбикорма. Наша компания очень тщательно подходит к выбору кормовых ингредиентов, которые мы включаем в состав своих комбикормов. В состав при стартерных комбикормов мы включаем только высококачественные белковые продукты с уровнем усвояемости белка выше 95%. При этом эти продукты имеют низкое количество антипитательных факторов. Также мы большое значение и внимание уделяем качеству молочных продуктов и используем, конечно, пре, пробиотики, антиоксиданты, доноры метильных групп, ферментные комплексы, комплексы органических кислот, органические микроэлементы и эмульгаторы жиров. То есть все эти добавки специальным образом сбалансированы, подобраны для оптимальной продуктивности животных в этот период и в последующие. В составе своих комбикормов при стартерных мы используем сладкую молочную сыворотку, из которой производится множество продуктов. Это изолят молочной сыворотки, концентрат, пермиат молочной сыворотки, деминерализованная молочная сыворотка, безлактозная сыворотка и, в том числе, собственно, лактоза. Сладкая молочная сыворотка – это очень хороший продукт, который содержит порядка 70% лактозы, около 12% молочного протеина, и качественная сыворотка обладает очень приятным запахом и вкусом. При этом мы контролируем не только основные показатели питательности сыворотки, но и технологические ее свойства, микробиологию, также количество, уровень сырой золы, уровень натрия и других микро-макроэлементов. К слову сказать, сыворотка молочная и кислая не дает таких результатов в составе при стартерных комбикормов, как сладкая, как правило, на ней снижается потребление формы. Далее приведены основные показатели питательности. При стартерах Мегамикс. И мне хотелось бы акцентировать внимание на таком немаловажном показателе питательности, как молочный протеин. Многие производители игнорируют этот показатель, делая акцент лишь на уровне лактозы, что, на мой взгляд, неверно. Так как уровень молочного протеина очень важен для маленьких поросят, и так как он является самым усвояемым для них, уровень переваримости порядка 98%. В супер-престарте содержание молочного протеина должно быть не менее 2,5%, а в престартере не менее 1,5%. Ну и в заключение пару слов об экономике. Потребление при старте от общего потребления корма на свинокомплексе обычно составляет 2-3%, а прибыль от применения качественных продуктов бывает очевидна. Ведь динамика роста на всем протяжении выращивания напрямую зависит от использования высокоусвояемых компонентов в рационе до и после отъема. Спасибо большое за внимание.